Добрый вечер, дорогие друзья! Добро пожаловать на вечернее богослужение Церкви «Новая жизнь». Мы рады, что вы присоединились к нам. И в этот вечер мы снова и снова будем обращаться к нашему Господу, в наших молитвах, в нашем поклонении. Будем соединяться с Духом Святым. Ведь наш Спаситель сказал однажды, что нужно только одно – быть у Его ног и слушать Его голос. Давайте откроем наши сердца и придем в присутствие великого всемогущего Творца неба и земли, который во веки веков достоин. Дух Святой, в Тебе я нуждаюсь, Дух Святой, Тебя ожидаю. Прикоснись, Мое сердце открыто, Наполняй своей силой и славой. Дух Святой, Дух Святой, Наполняй своей силой и славой. Дух Святой, Наполняй своей силой и славой. Ты прикоснись, Мое сердце открыто, Наполняй своей силой и славой. О-о-о-ой, Дух Святой, Наполняй нашей силой и славой. Своей жизнью, Своим утешением, Своим назиданием, Своим увещанием, Наполняй нас, Ты прикоснись, Мое сердце открыто, Наполняй своей силой и славой. Аллилуйя, Аллилуйя, Люблю Тебя, Дух Святой, Аллилуйя, Аллилуйя, Я так жажду встречи с Тобой. Дух Святой, В Тебе я нуждаюсь, Дух Святой, Тебя ожидаю, Ты прикоснись, Мое сердце открыто, Наполняй свои силой и словами Дух Святой, о Дух Святой В Тебе я нуждаюсь Дух Святой, Тебя ожидаю Ты прикоснись, мое сердце открыто Наполняй свои силой и словами Своей силой и словами Дух Святой, наполняй свои силой и словами Укрепи нас изнутри, Дух Святой Мы пошли в свое утешение Прикоснись, мое сердце открыто Наполняй свои силой и словами Аллилуйя, аллилуйя Люблю Тебя, Дух Святой Аллилуйя, аллилуйя Я так жажду встречи с тобой Аллилуйя, аллилуйя Хвалите, хвалите Бога небес Хвалите, хвалите Бога небес Хвалите, хвалите Бога небес Хвалите все, в ком дыханье есть Хвалите, о, наш Творец Хвалите, хвалите, хвалите Бога небес Хвалите, хвалите Бога небес Хвалите все, в ком дыханье есть Хвалите, хвалите, о, наш Творец Аллилуйя, аллилуйя Богу хвала, Богу хвала Аллилуйя, аллилуйя Богу хвала, Богу хвала Аллилуйя, аллилуйя Аллилуйя, аллилуйя Аллилуйя, аллилуйя Аллилуйя, аллилуйя 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 Хвалите, хвалите Бога Небес, хвалите, хвалите Бога Небес, хвалите все, в ком дыхание есть, хвалите Его наш Творец. Хвалите Его, хвалите, хвалите Бога Небес, хвалите, хвалите Бога Небес, хвалите все, в ком дыхание есть, хвалите Он наш Творец. Аллилуйя, аллилуйя, Богу хвала, Богу хвала, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Хвалите, хвалите Бога Небес, хвалите, хвалите Бога Небес, хвалите все, в ком дыхание есть, хвалите Он наш Творец. Хвалите Его на тверде силы, по множеству Его могущества. Хвалите Его со звуком трубных на струнах и гуслях, на звучных кимвалах, на кимвалах громогласных. Хвалите Его стимпаном и ликами, ибо благо Господь, милость Его вовек, истина Его из рода в род. Он достоин всей славы, Он достоин всей чести. Он царь над землей, Он владыка. Он владыка всей земли, Он достоин всей славы. Пусть все, что дышит, славит Господа. Пусть все, что дышит, славит Господа. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы рады Вас приветствовать на очередном церковном четверговом богослужении. И сегодня мне предоставлена большая честь вновь поделиться с Вами теми мыслями, переживаниями, размышлениями о Боге, которые есть в моей жизни, в моем сердце в последнее время. Но перед тем, как я буду проповедовать, я хочу вместе с Вами сегодня помолиться за это слово и также за нашу церковь, за братьев и сестер, за наши нужды. И великое благословение дано нам Господом, что мы можем проходить какие-то трудности и испытания не в одиночку, а обращаться за помощью к церкви, к служителям, к братьям и сестрам. И поэтому я хочу вместе с Вами сегодня прочитать одно местописание, хорошо всем известно. Это первое послание Коринфянам, 10 глава, 13 стих. И здесь апостол Павел нам говорит «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит Вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы Вы могли перенести». Многие люди сегодня проходят трудные испытания, тесные обстоятельства. И нередко кажется таким людям, проходящим эти испытания, возможно, Вы, тот человек, о котором я сейчас говорю, таким людям кажется, что они проходят это совершенно в одиночестве. И те испытания, обстоятельства, которые вокруг них сконцентрировались, они невыносимы. Они не имеют никакого примера в жизни других людей. Но апостол Павел нам говорит, что испытания, которые мы сегодня проходим, они происходили и с другими людьми. И некоторые люди превозмогали или проходили через какие-то даже более серьезные испытания. И вот в современном переводе этого же места говорит «Не было у Вас такого искушения, которое было бы чуждо людям». То есть апостол Павел говорит «Брат, сестра, крепись, тебе трудно, тебе тяжело, но ты пройдешь это». И другие прошли. И также он говорит, что даже если эти испытания кажутся какими-то запредельными и невыносимыми, то он нам напоминает о Боге, о Господе, который любит нас и который верен и не допустит быть нам искушаемыми сверх сил. Но если даже эти тесные обстоятельства настолько чрезмерны и невыносимы, то апостол говорит, что у нас с вами есть возможность обращаться к Богу, чтобы Он дал нам дополнительную силу все это преодолеть. Самое главное, дорогие братья и сестры, нам с вами доверять Господу. И что бы ни случилось в нашей жизни, верить Ему, потому что Он силен избавить нас от любых каких-то трудных обстоятельств и ситуаций. Главная наша с вами задача – уповать на Него и проявлять к Нему нашу любовь. Как написано в послании к римлянам в 8 главе в 28 стихе, «Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Так давайте будем вот такими любящими, призванными по Его воле, то есть откликнувшимися на Его призыв, чтобы Он нас хранил, чтобы Он нас оберегал, и все, что в нашей жизни допущено им, было нам во благо. Давайте помолимся за нашу церковь, за наших ближних, за братьев и сестер. Всемогущий Господь, мы открываем свои сердца и возвышаем свои голоса в молитве за церковь Твою, за невесту Христа, за тело Твое, Господь. Ты дал нам власть молиться и благословлять, и мы призываем Твое имя, Господь Иисус, в жизни тех наших ближних, наших родных, наших родственников, друзей, знакомых, братьев и сестер, которые сегодня скованы этими тесными обстоятельствами. Возможно, немощи, болезни, возможно, это финансовые какие-то трудности, финансовые обязательства или кредиты, возможно, это проблемы во взаимоотношениях в семье, Господь, или какая-то зависимость, Господь, физическая, психологическая, душевная. Господи, мы просим Тебя во имя Иисуса Христа, приди и пролей свой свет в жизни этих людей, чтобы они почувствовали свободу. Ты сказал, что Ты пришел, чтобы отпустить измученных на свободу, и что нездоровый имеет нужду во враче, но больной, и мы призываем Тебя, нашего врача, в жизни наших родных, близких. Кто сегодня, возможно, на больничном, кто прикован к постели, кто, возможно, испытывает какие-то вот эти вот страдания и мучения в своем теле. Мы призываем Тебя, Господь Иисус, мы веруем, что Твоими ранами мы исцелились. Когда Ты был истезуем во дворе Царя, Боже, Ты этими ранами искупил нас от всякой немощи и болезни. Мы призываем эту целительную силу небес в жизни наших ближних во имя Иисуса Христа. Господи, освободи тех, кто нуждается в обождении. Господи, благослови тех, кто нуждается в Твоем благословении сегодня. И пусть радость, мир, Господь, и любовь прибудут в наших сердцах, чтобы мы воздавали Тебе благодарность за все. Ты Бог всемогущий. Мы доверяем Тебе нашей жизни. И какие бы ни были обстоятельства вокруг, мы знаем, что Ты силен нас избавить, и силы даешь нам все пройти. Дай нам, Господь, Твоей веры, укрепи нас, Господь, чтобы мы не колебались, чтобы мы достойно преодолели тот путь, который Ты отмерил, предназначил для каждого из нас. Благослови сегодняшнее собрание. Говори, Господь, сегодня через мои уста, Боже, чтобы слово, которое Ты сегодня приготовил для Церкви Твоей, для паствы, для детей Твоих, оно было не просто интересным, Господь, но оно было назидательным, и оно изменяло и преобразовывало помышление сердечное, Господь, в образ и в послушание нашему Царю Господу и Творцу Иисусу Христу. Боже, мы отдаем это собрание в Твои руки и просим, Господи, пусть присутствие Твое, присутствие Духа Твоего Святого, несмотря на расстояние между нами, в равной степени наполняет наши дома, наши жизни и наши сердца. Мы молились Тебе, Господь Бог наш, во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогие братья и сестры, сегодня, как я сказал, хочу поделиться с вами Божьим откровением, которое Господь поместил в мое сердце некоторое время назад. И начать свою проповедь я хотел бы с небольшого свидетельства. Последние 18 лет моя жизнь неразрывно связана с вождением автомобиля. И прежде всего это связано со служением в детских домах детям-сиротам. И за эти годы, за эти 18 лет вместе с командой волонтеров мы проехали по детским домам около 400 тысяч километров. Чтобы вы понимали, это около 10 раз вокруг земного шара. И надо сказать, что до того, как я пришел в это служение, я не умел водить автомобиль. И, как ни странно, даже такого желания это делать у меня не было. Мне больше нравилось, когда меня возили. Но в определенный момент Господь счел меня готовым к этому. И через нашего второго пастора Евгения Галеева Он отправил меня учиться на права. Я послушался, я записался в автошколу и пошел учиться. И пошел учиться сразу и на легковую, и на грузовую машину. А через год еще и на автобус. И вот 18 лет за рулем, за плечами 400 тысяч километров и ни одной серьезной аварии. И я прекрасно осознаю, что это не мои какие-то способности, внимательность или опыт являлись гарантом моей безопасности и безопасности моих пассажиров. Но только Господь Бог, хранящий и оберегающий нас на всех путях. Аминь. В начале моей водительской практики я активно изучал и пользовался картами и атласами города и области для того, чтобы пришло понимание, где какая дорога есть и есть ли возможность сократить маршрут из пункта А в пункт Б. Искать новые детские дома приходилось также по картам и спрашивать в том или ином населенном пункте у людей, живущих там, есть ли у них детский дом, приют, школа, интернат или дом престарелых. Но со временем ситуация менялась к лучшему. И сегодня мы с вами можем воздать славу Господу за современные технологии и возможность использования их практически каждым человеком. Ну, по крайней мере, в нашей стране. И навигационные программы, они доступны и бесплатны на всех современных смартфонах. Поэтому сегодня многие люди пользуются ими в повседневной жизни. Это касается не только водителей, но и пешеходов. Сегодня практически весь общественный транспорт отображается в этих навигационных приложениях. И раньше мы знаем, что приходилось заранее выходить на остановку и мерзнуть и ждать свой транспорт, гадая, придет твой автобус вовремя по расписанию или нет. Сегодня, слава Богу, достаточно еще собираясь дома или вечером после работы, посмотреть в телефон, и можно увидеть, где конкретно идет твой транспорт и через сколько минут он придет на твою остановку. Для водителей навигатор стал неотъемлемым спутником движения каждый день. Прежде чем выехать, можно посмотреть в приложение и увидеть, где какие пробки, где авария или ремонт дороги. А если задать начало и конец пути, то программа предложит несколько вариантов маршрута, указывая и расстояние, и время, за которое их можно преодолеть. А если во время пути, то навигатор показывает еще и скорость, с которой вы движетесь, и время, которое вам осталось до конца маршрута. Также он показывает даже знаки, регулирующие скоростной режим на каждом конкретном участке дороги. С помощью навигационных программ родители могут посмотреть, где в данный момент находятся их дети. Покупатель может без труда найти нужный магазин, аптеку или организацию. А друзья, к примеру, могут скинуть гостям адрес геопозиции, и все без труда смогут найти быстро место встречи. Ну, одним словом, удобно. К чему я вам все это сегодня рассказываю? Поверьте, я не рекламирую вам подобные приложения. Я просто хочу провести параллель с тем, что является навигатором в жизни человека не только в физическом мире, но и в духовной его части. И мы понимаем, что в преодолении любой дистанции, как короткой, так и в длительном путешествии, есть очень важная часть – это понимание пункта назначения. Потому что место, к которому стремится человек, это место, это понимание этого места, именно оно и мотивирует его к определенным вещам. Первое – это не свернуть с намеченного пути на более легкий какой-то маршрут. Или же заблудившись, двигаться наугад в неизведанном направлении и руководствоваться какими-то ложными советами странных людей. Второе, что мотивирует человека понимание того, что пункт назначения есть, то человек не остановится на полпути. Он не успокоит себя тем, что это мой предел. Ну, не всем дано, и мне этого будет достаточно. В-третьих, он не потеряет вдохновения на пути следования к намеченной цели и не будет двигаться по инерции, не имея какого-то четкого ориентира. И, в-четвертых, он не будет менять сам пункт назначения в процессе движения в угоду своей лени или усталости. Также это будет мотивировать человека, понимание пункта назначения будет мотивировать его не смотреть на отстающих или остановившихся людей, или движущихся в неправильном направлении. Но, в свою очередь, он будет для них положительным, позитивным примером, глядя на тех, кто успешно идет впереди него. Ну, и шестое – это достичь своего финала, как бы ни было это трудно, и не оглядываться назад на пройденный путь. В свое время Льюис Кэррол говорил, «Если ты не знаешь, куда идешь, то тебе подойдет любая дорога». Современники перефразировали, что если капитан не знает, куда плыть, то и любой ветер ему будет попутным. Поэтому нам с вами важно знать то направление, в котором мы хотим двигаться. Если мы сравниваем человеческую жизнь с путешествием, то нам важно учесть одно обстоятельство. В любом путешествии человек помнит то место, из которого он вышел. И он понимает, что однажды, когда-то он снова туда вернется. Но говоря о человеческой жизни, мы понимаем, что мы можем двигаться только вперед. И то, что пройдено, оно уже никогда не вернется. И учитывая это, нам важно иметь вот этот внутренний фокус на вот этом пункте назначения, то есть на том месте, к которому мы стремимся прийти. Многие люди, к сожалению, не имея этого ориентира, напоминают, их жизнь напоминает бродяжничество. И получается, что в итоге они не придут ни к одному результату, ни к одному берегу. И, соответственно, они не будут удовлетворены и счастливы в полной мере. Но в действительности существует много людей, которые знают, куда идут, куда плывут. Но их представления о том месте, куда они стремятся, они призрачные, они ложные. Они как миражи в пустыне, приблизившись к которым, они, к сожалению, будут безнадежно разочарованы. И вот величайшее счастье для человека – это осознание того, что он узнал об этом единственном верном, правильном пути спасения и принял решение им идти. И поэтому, дорогие братья и сестры, мы с вами можем радоваться. Мы можем славить Господа за то, что Он открылся нам. И Он дал нам силы и мудрости не отвергнуть Его милость. И теперь наши имена записаны в Его книге жизни. Не чудесно ли это? И, знаете, Он не только открыл нам этот путь, но Он нам и дал проводника, чтобы мы смогли пройти через этот путь вместе с Ним. И этим Он показывает нам свою заинтересованность в нас и гарантию того, что мы сможем пройти весь путь до конца. Конечно же, как люди духовные, вы понимаете, что является этим проводником. Во-первых, это, конечно же, Божье Слово. Это Библия, это Священное Писание. Говоря о картах местности или географических атласах, мы с вами понимаем, что со временем информация в них устаревает и становится необъективной. Но Священное Писание – это универсальная карта, актуальность и точность которой не подлежит изменениям. А она, напротив, открыта и понятна для любого времени, территории и культуры. Помня тот факт, что все Писание Бога духовновенно, то есть вдохновлено Божьим Духом, мы с вами должны учитывать и помнить о том, что автором Библии, как карты нашей с вами жизни, является именно Господь Бог, а Его цель – помочь каждому человеку достойно преодолеть свой уникальный путь до Царства Божьего. Говоря о Священном Писании, хочу пару слов сказать о переводах Писания. Надо сказать, что на сегодняшний день существует большое количество всевозможных переводов Библии, и речь не идет о языковых различиях. Я говорю о том, что разные богословы в силу своих представлений или убеждений вносят коррективы в тот свод 66 священных книг, библиотеки или краткобиблии, который был сделан 16 столетий назад. И сегодня одни церкви принимают одни переводы, и количество книг в нем другие церкви – иные переводы. Мы знаем, что, к примеру, православная церковь принимает помимо 66 синодальных книг, также и 11 апокрифических книг, которые не вошли в канон, но также считаются ими богодухновенными. Консервативные церкви принимают канонический синодальный перевод как единственно верный, абсолютно точный, совершенный и не подлежащий никаким корректировкам и дополнениям. Некоторые верующие не принимают современные переводы, считая их бездуховным вымыслом и свободной интерпретацией живущих сегодня людей. Но суть в том, что, во-первых, богодухновенность Писания заключается в том, что оно несет суть Божьей воли человечеству, а не в том, какими словами оно переведено на тот или иной язык. А во-вторых, современные переводы Священного Писания, сделанные произведенными официальными библейскими обществами, они делаются с учетом каких-то новых открывшихся находок и расшифровок древних рукописей и свитков, которых ранее не было найдено и исследовано, а не от существующего синодального перевода с целью сказать те же Божьи мысли, но какими-то другими, более современными словами, как думают некоторые. Поэтому именно Священное Писание, как навигатор, помогает нам сориентироваться в этих сложных, запутанных, житейских дорогах и найти вот этот единственно верный, правильный путь, ведущий к вечной жизни. Как мы знаем, этот путь непопулярный, он узкий, как говорит Писание, он тернистый, то есть он сопряжен с немалыми испытаниями и трудностями. И мы знаем, что в обозрении этого пути находится большая широкая дорога, которой предпочтительнее идти большому количеству людей, так как она легче и не связана с какими-то серьезными испытаниями и усилиями. Для меня, как для водителя, вот эти два пути представляются как проселочная грунтовая дорога и широкое асфальтированное шоссе. И по очевидным причинам многие люди выбирают именно вот этот широкий путь. Но Слово Божие, как навигатор, предупреждает нас о том, что конец этого широкого комфортного пути – погибель. А вот именно узкий путь, он способен привести нас в Царство Бога. И, знаете, многие, даже считающие себя верующими людьми, они рассуждают как хитрые водители. Мол, я проеду по максимуму по обочине большой дороги, а в последний момент я сверну и съеду на этот правильный узкий путь. Но Господь нам говорит в Своем Слове, что это лукавство, так как нам с вами не дано знать, как долго, сколько времени мы сможем двигаться по выбранному нами пути. Мы можем с вами знать только, какой путь правильный и что нас ждет в конце. Что привлекает людей, выбирающих вот этот широкий путь, нам, в принципе, хорошо всем известно. Я хочу сегодня с вами поговорить об узком пути, который нам предлагает Иисус Христос. И давайте откроем местописание Евангелия от Иоанна, 14 главу, и прочитаем с 1 по 6 стих. «Да, не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам». В современном переводе здесь точка. «Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему, «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему, «Я есть путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Второе, что помогает нам выбрать правильный маршрут в Божье Царство, это наш Господь. И это напрямую связано с Его Словом, записанным и оставленным нам Его учениками и Его служителями. И Иисус говорит, что Он и есть тот самый узкий путь, который немногие выбирают, потому что, идя этим путем, приходится многим жертвовать. К сожалению, немногие на это готовы. Многие люди готовы веровать в Христа ради того, чтобы получить Его бонусы, а именно прощение грехов, исцеление от болезни, освобождение от воздействия проклятия, ну и, конечно же, щедрые Божьи благословения. Но когда они узнают, что ради всего этого они должны оставлять греховную жизнь, стремиться к святости, прощать и любить врагов, служить ближним, жертвовать в Дом Божий и так далее, то они либо возвращаются на старую дорогу, либо начинают метаться между миром и церковью, как каштанка между двух хозяев, или, знаете, как в старом советском мультфильме про дудочку и кувшинчик. Но Господь говорит, что среднее состояние нашей веры, оно не угодно Ему. Он говорит, либо ты холоден, либо ты горяч. Но вот это вот теплое, колеблющееся состояние нашего сердца Ему не угодно. И мы знаем, как Он поступает с такими людьми. Он говорит, извергну таких из уст моих. Поэтому если мы выбрали с вами направление движения по этому узкому, тернистому, правильному пути, ведущему в жизнь, то мы с вами уже не должны оглядываться. Ибо, как написано в Евангелии от Луки 9,32, что озирающийся назад не благонадежен для Царства Божьего. В Евангелии от Иоанна, который мы прочитали, описана роль Иисуса. Он говорит, я иду приготовить место вам. Одна из величайших мыслей Нового Завета – это мысль о том, что Иисус, Он идет впереди нас, чтобы мы могли следовать за Ним. То есть Он открывает нам путь, а мы идем по Его следам. Есть одно очень сильное слово, которое описывает роль Иисуса. С греческого это слово на греческом звучит как продромос. На русский язык переводится как предтеча. И вот у этого слова есть два применения, которые проливают свет на его внутренний смысл. В римской армии существовали такие разведческие отряды, продромаи. Это были группы людей, которые шли впереди основной массы войска для того, чтобы проверить путь и сделать для идущих за ними отрядов этот путь безопасным. Также история нам приводит пример. В древней Александрии была гавань, в которую кораблям было трудно проникнуть из-за узкого места пролива. И когда громадные судна, груженные зерном, приближались к Александрии, то навстречу им выпускали, выплывала небольшая лодка, которая для них была проводником по безопасному маршруту. И эти корабли караванам следовали через этот пролив в Тихие Воды. Так вот, вот эту лодку проводника называли продромос, то есть предтеча. То есть ее задача была отплыть впереди, чтобы другие могли следовать за ней безопасно. Так вот, Иисус для нас с вами и стал вот таким предтечей, то есть проводником, продромос, для того, чтобы мы с вами могли идти по этому освященному пути в небо, и к Богу, чтобы мы могли следовать за Ним и идти по Его стопам. То есть Он для нас стал вот таким проводником, навигатором Божьего Царства. И вот, знаете, вот у туристов, у спортсменов важной частью следования за проводником, особенно в горах, является точное выполнение всех правил и рекомендаций проводника, а также выполнение, то есть повторение его движений и шагов для того, чтобы не оступиться, не упасть и не провалиться. Вот, поэтому, если мы с вами хотим достичь вот желаемой цели, дойти до конца по этому узкому пути, нам с вами очень важно в точности подражать Христу. И вот как написано, давайте откроем 1 Петра 2 глава, 21 стих. 1 Петра 2, 21. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». И, вы знаете, идти по Его следам, в современном написано, по Его стопам, как говорят в народе, по пятам, это не значит, что вот буквально наступать Иисусу на пятки, а это означает, имеет значение поступать в точности, как поступал Он. А как Он поступал? Давайте прочтем далее в 22 стихе до 25. «Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились, ибо вы были, как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших». Ведя нас вот этим путем, как добрый пастырь, Иисус не просто указал нам направление, в котором мы должны самостоятельно двигаться, но Он и держит крепко нас за руку, чтобы мы с вами не упали. А в случае необходимости Он, как добрый пастух, берет нас на свои руки, когда мы утомлены и не можем двигаться, продолжать движение самостоятельно. Я вспоминаю один случай, когда наши служители ходили в дальний поход на высокую гору. Ходили они в сопровождении опытного проводника, который хорошо знал маршрут, и они пошли, и вот в определенный момент, примерно на полпути, этот проводник остановился и сказал, что он дальше идти не может, все, и он остается. И как бы ни было печально, но группа продолжила восхождение без проводника практически наугад. И вы знаете, может быть, кто-то из вас сегодня проходит вот такие сложнейшие, тесные испытания, точнее сложнейшие условия испытаний, тесные обстоятельства, вот, то есть, условно говоря, как проходя через бурелом или взбираясь на крутую гору, вот, и вам, может быть, уже кажется, что ваш проводник, он где-то отстал или вообще вас бросил. Но Господь Бог говорит, что он не человек, чтобы менять свое решение и нарушать свое обещание. В Евреям 13.5 он сказал, не оставлю и не покину тебя. И это истина, она непреложна, и мы с вами должны стоять на этом. Он всегда рядом с нами, Он никогда нас не бросит. И как мы сегодня читали, Он не дает испытаний и искушений сверх сил, но проходя их, дает нам силы их преодолеть. Важный момент в истории жизни и служения Иисуса Христа, что когда Он был вознесен к Отцу, Он сказал, что попросит Отца послать нам Духа Святого, и Дух Святой нам послан. И поэтому сегодня Дух Святой для нас с вами является таким же важным, верным гидом по пути следования в Царство Бога. Наша задача с вами научиться слышать Его голос и быть послушными Ему, как были послушные люди Божьи, о которых мы читаем в Новом Завете. И я прочту из той же книги Евангелия от Иоанна, 14 главы, 26 стих. «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Дух Святой нам с вами дан как советник, как наставник, как проводник и как защитник. и на пути в вечную жизнь, если человек отвергает его помощь, отвергает Духа Святого, то он ничто иное, как делает свою жизнь еще более трудной и свой путь делает ухабистым и сложным. Это как вождение автомобиля, как движение на машине по неизведанной местности, без карты, без навигатора, в темное время, без света фар. Поэтому Дух Святой, он является для нас таким абсолютным, универсальным проводником, который даст совет и утешит, ободрит и покажет направление. Если тяжело, он не бросит нас, а поддержит. Хотя на сегодняшний день система навигации достаточно развита, но бывает и они иногда заводят путешественников или водителей в какие-то непроходимые места и тупики. Но нам с вами дан совершенный проводник, который не просто желает нам добра, проводя нас самым безопасным и, насколько возможно, удобным путем. Но он и любит нас. И он обязательно доведет нас до конца и передаст нас с вами в руки, в объятия нашего Небесного Отца. И в-третьих, что является в жизненном пути человекоориентиром вечности, это христиане. То есть те люди, которые, познав Христа как путь и приняв Его Слово как детоводитель ко Христу, становятся для погибающих в этом мире вот этими навигаторами Божьего Царства. И каждый из нас он также призван стать таким проводником для всех людей. Давайте откроем еще одно местописание, второе послание Коринфянам, третья глава, и прочитаем второй, третий стих. Вы наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Когда люди открыты и послушны Духу Святому, то их сердца становятся письмом Христа. То есть Слово Божье, оно оживает внутри, и оно проповедует волю Бога, как написано всем людям. И поэтому мы с вами должны стремиться быть открытыми к Духу Святому, чтобы люди, глядя на нашу жизнь, они стремились также к этому изменению этого пути. Говоря о нашей жизни как о пути, конечно, важно понимать, что у любого направленного движения должна быть цель. Мы с вами живем не просто, чтобы прожить свой век, но мы осознаем, что у каждого из нас есть великое предназначение для этой жизни, дарованное нам самим Творцом. То есть мы с вами сражаемся в духовной сфере не так, как в Писании написано, чтобы просто бить воздух, то есть движение ради движения, но для того, чтобы принести вот этот свой уникальный великий плод, который ожидает от нас Господь. Целью нашего движения по узкому пути, на мой взгляд, является три составляющих. Во-первых, это то, что мы получаем еще в процессе следования за Христом, это спасение, которое включает в себя избавление от наказания за грехи, исцеление от болезней, освобождение от проклятий, и, как мы уже говорили, в результате праведной жизни, угодной Богу, это вход в Божье Царство, и как финал, это вечная жизнь. Но даже получая все эти важные благословения, мы с вами не должны забывать о том, кто нам все это дает, и кому со всем этим мы принадлежим. Один известный проповедник говорил, что многие христиане, они любыми путями стремятся лишь бы попасть на небеса. «Мне говорил он, небеса не нужны, мне нужен сам Бог, где бы он ни был, на небесах или где-то еще, но главной нашей целью является Иисус, а там, где Он, нам с вами всегда будет хорошо и безопасно, поэтому именно Господь наша вторая цель узкого пути. и третье, что должно являться нашей целью в христианской жизни, это люди, это наши ближние, то есть те, для которых уже мы призваны стать вот этими навигаторами Божьего Царства. И давайте откроем последнее на сегодня местописание Евангелия от Матфея, 5 глава, 16 стих. «Вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Здесь мы с вами видим уже конкретное повеление Господа, не просто ориентируясь на Бога, Его Слово и Его детей, получить направление в жизни, а обрести нечто большее, а именно самим стать этим ориентиром для других людей, чтобы, как я говорил, видя нашу жизнь, наши добрые дела, теперь уже они также возжелали изменить направление своей жизни и смогли выбрать вот этот тернистый путь, ведущий в небо, как говорится, сквозь тернии к звездам. И подводя итог, я хочу еще раз сделать акцент на том, что только благодаря тому, что прежде нас сам Иисус прошел весь путь до конца, не поддавшись каким-то искушениям и соблазнам, Он стал для всего человечества единственным и безальтернативным проводником Божьего Царства. Но Он не просто проложил нам этот путь и показал направление, но Он и проходит его с каждым, кто принимает решение, сознательно выбирает этот путь идти за Христом, не боясь оставить позади что-то неугодное Богу, готовым преодолевать какие-то трудности, испытания, страдания за Его имя и, конечно же, распространять Божью Любовь, несмотря на тесные обстоятельства, скорби и тревоги. И вот, дорогие братья и сестры, хотел с вами сегодня поделиться вот этими размышлениями на тему того, что является проводником, навигатором в жизни христианина по пути следования по узкому, тернистому, но правильному пути, ведущему в жизнь вечную. Пусть вот эти примеры, они останутся в вашем сердце, в вашей памяти, проходя какие-то трудные испытания, какие-то перекрестки, вы поднимите глаза к небу и вспомните о том, кто рядом с вами, что Слово Божье вас направляет, что Господь является вашим проводником, и те люди, которые рядом с вами, глядя на которых мы можем подражать в вере и вместе с ними однажды достичь Божьего Царства и быть в Его объятиях. Давайте помолимся сейчас о том, чтобы это Слово укоренилось, утвердилось в нас и принесло плоды. Всемогущий Господь, мы от всей души благодарим Тебя за этот день, за возможность разбирать Твое Слово и прибегать к тем откровениям, которые Ты вложил в Него, которые действуют в нашей жизни и производят свою работу и приносят свой плод. Во имя Иисуса Христа пусть это Слово не вернется к Тебе тщетным, но поселится внутри наших сердец и произведет свою уникальную невидимую работу так, чтобы Господь, она была видимо окружающим через измененные жизни, измененное поведение, характер и сердца. Господи, я благословляю моих братьев и сестер, чтобы они идя по этому узкому правильному пути не свернули, не оступились Господь, но четко следовали за Иисусом Христом, нашим проводником, нашим навигатором Бог, чтобы каждый из нас однажды войдя в Божье Царство, Он возрадовался и прославил Тебя за то, что этот путь достойно пройден, преодолен и что наши цели на земле проповедь Евангелия и развитие того плода, того таланта, который Ты нам дал, Господь, того дара, Бог, мы не закопали в землю, но принесли Тебе пользу, принесли Тебе прибыль, Господь, в 30, 60 и в 100 крат. Благослови, Господь, нас как церковь, чтобы Слово Твое, оно не засыхало, Господь, в наших устах, чтобы мы проповедовали, чтобы мы изучали Твое Слово, Господь, и четко видели тот путь и то направление, которое Ты предопределил для каждого из нас. Мы благодарим Тебя за этот день и славим Твое Святое Имя. Да будет Тебе вся хвала и слава, Бог наш. Аминь. И, дорогие братья и сестры, говоря о путешествиях, говоря о каких-то поездках, мы всегда понимаем, что это мероприятие, которое требует планирования и финансовой подготовки. И когда люди собираются в отпуск, в путешествие или же в какой-то поход, это требует очень серьезной подготовки и немалых финансовых каких-то вложений. Поэтому наш путь за Христом, работа церкви, это такой же путь, это такое же путешествие. И Он, пока мы здесь на земле, Он финансируется, Он имеет потребность вот в серебре, в финансах, в материальных каких-то ценностях, чтобы церковь продолжала свой труд, чтобы на этом пути никто не упал, голодный, никто не сбился с пути, не замерз ногой. Поэтому давайте мы будем продолжать верно сеять, жертвовать в церковь, в дело Божье, чтобы дело Евангелия, этот путь и движение церкви, они продолжались. И чтобы каждый из нас испытывал радость и удовлетворение от осознания того, что мы являемся участниками одного Божьего дела, одного путешествия в Царство Божье. Да благословит вас Господь! Дорогие друзья, если вы недавно присоединились к нашему служению, то совершить пожертвование возможно всеми доступными способами, которые вы видите на экране. В разделе услуг «Набрать церковь новая жизнь города Екатеринбурга» ввести сумму и назначение платежа пожертвования на осуществление уставной деятельности. Любым другим безналичным способом по реквизитам на сайте церкви. Остались вопросы? Мы с радостью ответим на них по телефону 8-912-22-333-02. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова